Он может быть как полезен, так и провоцировать серьёзные нарушения в работе человеческого организма. Укус пчелы и всё, что с ним связано – тема этого выпуска. Здравствуйте, мои хорошие! Укусы пчёл, а также других перепончатокрылых, ос, шмелей и шершней могут вызвать у человека различные реакции, начиная от временной боли и заканчивая тяжёлыми аллергическими проявлениями, которые и представляют для организма наибольшую опасность. Ежегодно от пчелиных укусов по всему миру страдают более полумиллиона человек, примерно 1250 из которых погибают от развития осложнений. Поэтому очень важно после укуса оказать адекватную первую помощь. Для начала давайте разберёмся, как внешне различаются перепончатокрылые. Давайте начнём с пчёл. Без сомнения, каждый из вас хоть раз в жизни видел этих маленьких мохнатых насекомых. Тело пчелы округлой формы, покрыто мелкими ворсинками и раскрашено неяркими жёлто-чёрными полосками. Вооружена пчела жалом, которая имеет на своей поверхности небольшие зазубрины. Поэтому после укуса человека оно застревает в коже, а пчела, потеряв это жизненно важный для себя орган, погибает. В отличие от пчелы, оса имеет длинное, гладкое тело, как будто бы перетянутая в районе грудной клетки корсетом. Её расцветка похожа на пчелиную, но отличается более яркой выраженностью. При укусе оса не оставляет жало в ране. Характер у этого насекомого очень агрессивный, поэтому напасть на человека она может безо всякой причины. Тело шмеля толстое, волосатое, а краска полосатая, состоящая из рыжих, чёрных, белых и жёлтых полос, заканчивается тело шмеля белым цветом. Жалобы этого насекомого есть только у маток и недоразвитых самок рабочих. Агрессивность шмелей намного ниже, чем у пчёл и особенно у ос. Укус шмеля равносилен укусу пчелы, но более болезненный. Шершень является наиболее опасным среди перечисленных выше насекомых. Внешне он очень похож на осу, но намного превосходит её в размере. В окраске шершня присутствуют жёлтые, оранжевые, коричневые и чёрные цвета, тогда как у осы только жёлтый и чёрный. По уровню агрессивности шершень уступает осе, однако из-за крупных размеров при укусе способен впрыскивать намного больше яда – около 2 мг. Почему же укус пчёл и её перепончатокрылых собратьев такой болезненный и опасный с точки зрения развития аллергических реакций? Дело в том, что яд этих насекомых имеет достаточно сложный химический состав. В него входят как различные макроэлементы и кислоты, так и биологически активные вещества, воздействие которых наряду с оставшимся врань жалом и способно вызвать нежелательные последствия со стороны иммунной системы укушенного. Если яд этих насекомых представляет собой достаточно большую угрозу для здоровья, что же делать в случаях укуса? Во-первых, не паниковать и не стараться отомстить укусившему вас насекомому, убив его, так как при ранении пчелы выделяется особое вещество, которое оповещает её собратьев о наличии опасности и призывает их для защиты. Убийство пчелы может стать причиной того, что уже через пару минут вы лицом к лицу столкнетесь со всем разъяренным пчелиным роем. Ни в коем случае не пытайтесь охладить место укуса водой из открытых водоемов, землей или глиной, так как подобными действиями можно занести в ранку инфекцию. Нитрите укушенное место, так вы только ускорите распространение яда по организму. От спиртного тоже стоит воздержаться. Наличие в крови алкоголя усугубляет действие яда. Если вы подверглись укусу пчелы, то в первую очередь необходимо извлечь оставшееся в ранке жало. В противном случае оно начинает углубляться в рану, впрыскивая всё больше яда, оставшегося в нём. Как правило, кончик жала остаётся над поверхностью кожи и его несложно удалить обычным пинцетом или женскими щипчиками, которые, как и руки, предварительно следует вымыть и продезинфицировать любой спиртосодержащей жидкостью. Недопустимо извлекать жало ногтями, так как из-под ногтей в ранку может попасть инфекция. Если жало уже ушло под кожу и подцепить его не представляется возможным, то стоит попытаться его выдавить. После удаления жала не прекращайте выдавливающих движений, пока не появятся первые капельки крови. Далее вместо укуса необходимо промыть мылом, чтобы частично минимизировать действие яда и продезинфицировать любым имеющимся под рукой антисептиком, перекисью водорода, спиртом, одеколоном и т.д. Чтобы снять местный отёк и препятствовать распространению яда в тканях, можно воспользоваться грелкой с холодной водой, приложив её на 30 минут к укушенному месту. Если укушенный пчелой предрасположен к развитию аллергических реакций, то следует проявить особую бдительность к изменениям в его состоянии. Симптомы аллергии могут проявиться как в первый час после укуса пчелы, так и в следующие несколько суток. Ранняя реакция на укус пчелы может включать в себя следующие симптомы – озноб или чувство жара, повышение температуры, отдышку, усиление сердцебиения, головную боль, головокружение. Возможно развитие крапивницы, появление на теле сильно зудящей сыпи или бледно-розовых пузырей. Если в этот момент укушенному не будет оказана первая помощь, то происходит нарастание всех перечисленных выше симптомов, к которым могут присоединиться боли в области живота, тошнота, рвота, сильный отёк в области лица и гортани, сопровождающийся удушьем и потерей сознания. Самым грозным аллергическим последствием укуса пчелы является анафилактический шок – нарушение работы жизненно важных органов и систем организма, которое без медицинской помощи, как правило, приводит к летальному исходу. Поэтому, чтобы предотвратить или снизить вероятность развития тяжелых и даже опасных для жизни аллергических реакций, после обработки ранки необходимо наложить повязку с против аллергенной гидрокортизоновой мазью на место укуса и принять антигистаминный препарат, например, супрастин, диазолин, диметрол. Ни в коем случае не оставляйте ужального пчелой одного. Если возникли любые из вышеперечисленных симптомов, немедленно вызывайте бригаду скорой помощи. В ожидании врачей уложите пострадавшего и накройте одеялом. Будьте готовы провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, в случае угнетения дыхания и остановки сердцебиения. Если вести разговор о народной медицине, то ее средства могут помочь в снятии симптомов, возникших в месте укуса. Так как сок лука обладает способностью связывать компоненты яда, народная медицина советует приложить после извлечения жала к ранке половинку луковицы на несколько минут. Снять боль, покраснение и отек сок хорошо поможет обыкновенная петрушка. Порежьте небольшой пучок этой зелени, заварите кипятком и, смочив получившейся жидкости ватный тампон, приложите к месту укуса. Можно добавить в отвар петрушки сок листьев подорожника, который ускорит процесс заживления. Еще с этой целью в домашних условиях можно использовать сок одуванчика, тертый молодой картошки, алоэ или оливковое масло, делая примочки на укушенное место с любым из перечисленных выше средств до пяти раз в день. Это удивительно, но помимо вреда укус пчелы может приносить и пользу. Существует такая область медицины, называющаяся апитерапией, в которой производится лечение всевозможных заболеваний с помощью укусов пчел. Грамотное лечение подобным методом оказывает благоприятное воздействие на многие жизненно важные системы и органы. Среди положительных эффектов апитерапии можно выделить стойкое понижение кровяного давления, нормализацию работы гормональной системы, позитивное влияние на работу сердечной мышцы, повышение потенции, улучшение микроциркуляции, ускорение регенераторных процессов в костной системе, повышение иммунитета и даже противолучевое воздействие. Однако, ни в коем случае не стоит самому экспериментировать с пчелами, это может привести к нежелательным последствиям. И в завершении сегодняшней беседы несколько советов о том, как избежать укусов пчел и ее родственников. Если рядом с вами летают пчелы или осы, соблюдайте спокойствие и не совершайте резких движений. Если пчела села на одежду, подождите, пока она улетит. В крайнем случае осторожно стряхните гостью, не делая при этом резких движений, которые ее могут испугать. Отправляясь на природу, не одевайте одежду ярких расцветок и не пользуйтесь косметикой с сильными запахами. Это может привлечь к вам ненужное внимание насекомых. Держите фрукты в закрытых емкостях, а пищевые отходы плотно закрывайте в пакет или закапывайте. В случае обнаружения осинового гнезда или пчелиного улья, ни в коем случае не трогайте его и постарайтесь побыстрее покинуть это место. Находясь на природе, полезным будет нанести на тело репелленты, которые отпугивают насекомых. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!